Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня мы выпекаем булочки на желтках с маком и курагой. Невероятно вкусные и нежные! Тесто легкое как пух! Желаю всем удачной выпечки и хорошего настроения на целый день! Выпекайте вместе со мной! Сначала приготовим опару. Для нее нам нужны будут следующие продукты. 18 граммов свежих дрожжей или 6 граммов сухих дрожжей, 150 миллилитров теплого молока, 1 столовая ложка сахара и 120 граммов муки. В миску выливаем теплое молоко, не горячее. Добавляем сахар, добавляем дрожжи и добавляем муку. Размешиваем. У вас должно получиться тесто, как на оладе. Опару оставляем в тепле на 20 минут до образования шапочки. Для дальнейшего замешивания теста нам нужны будут следующие продукты. Опара, 7 желтков, 100 граммов сахара, щепотка соли, 1 пакетик ванилина весом 2 грамма, 300 граммов муки и 75 граммов мягкого сливочного масла. В опару добавляем сахар, добавляем желтки, перемешиваем. Яйца у меня домашние, поэтому желтки смотрите какие яркие. Обязательно добавляем щепоточку соли, добавляем ванилин для аромата. Тесто у нас удобное, очень вкусное. Сначала перемешиваем ложкой, а потом вручную. Обязательно это тесто нужно вымешивать. Дальше вымешиваем тесто вручную. Муки больше не добавляем. И начинаем добавлять мягкое сливочное масло, частями. Чем дольше вы будете вымешивать это тесто, тем пышнее в результате будет выпечка. Но я вымешиваю 10 минут, максимум 15. И вот так берем и руками. Вытягиваем. Теперь берем миску поменьше. Я налила сюда 2 столовые ложки растительного масла. И вот так еще в это тесто вмешиваем растительное масло. Ну скажем так, вот такое оно у меня блестящее получилось. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. У меня будет 2 начинки с курагой и маковая начинка. Вам понадобится 200 граммов кураги. Заливаем кипятком. И 100 граммов сухой готовой маковой начинки. Добавляем 50 миллилитров кипятка. И размешиваем. Маковая начинка за это время полностью должна остыть. Мне нравится эта готовая сухая маковая начинка тем, что мак измельчен. Здесь есть немного крахмала, сахар, ванильный сахар. Она очень ароматная. Начинка с кураги. Просто ее пюрируем. Слили кипяток. После расстойки достаем наше тесто. И сейчас начнем готовить наши булочки. Тесто у меня, конечно, красивое, желтое, пузырится так, как должно быть. У меня будет 3 маковой булочки. Все остальные будут с курагой. Не знаю, сколько штук. Сейчас посмотрим. Так, 3 кусочка теста отрываем. 2 и 3. Тесто вот так берем и руками растягиваем. Даже вам скалка не понадобится. Видите? Растянули. Теперь берем маковую начинку. И смотрите. Выкладываем маковую начиночку. Дальше смотрите. Так. Так. Так, как конвертит. И заворачиваем ее. Вот такой формы получается. Булочки с курагой я формирую так же. Все делают то же самое. Видите? Растягиваем тесто. Теперь у нас идет начинка с курагой. Вы знаете, эти булочки очень вкусные. Сдобное тесто. Поэтому рекомендую вам их приготовить. Начинка может быть любой. Подвернули. Завернули. Теперь здесь завернули. Защипали края хорошо. И перекладываем сюда. Теперь у меня еще есть круглая форма кирпичиком. Значит берем, разделяем остатки теста на три части. Сделаем просто круглые булочки, которые поднимутся у нас. Смотрите, видите? Красота получается. И перекладываем сюда. После расстойки булочки смазываем яйцом. Для румяной корочки. И посыпаем или сахаром, или маком, или кунжутом. А можно вовсе ничем не посыпать. Это уже дело вкуса. Так, смазали. Булочки увеличились в объеме в два раза. Ставим булочки в разогретую духовку на 180 градусов. На вторую полочку снизу. Режим выпекания вверх-вниз. Булочки выпекались в духовке 35 минут. Первые булочки пошли вверх при поднятии, вторые наоборот, вширь, так как место позволяло. Аромат на кухне просто великолепный. Теперь булочки должны полностью остыть. Булочки готовы. Пора продегустировать. А главное сначала разломать и посмотреть, что же у нас получилось. Красота. Вы видите, какая выпечка? Просто чудесная. Ну что, пришло время продегустировать. Сейчас покажу, какая замечательная выпечка. Даже не знаю, как разломать правильно, чтобы показать. Это у меня булочки с куракой. Смотрите, какое тесто. Прекрасные. Волокнистые булочки. Тесто выше всяких похвал. Кто со мной выпекает, знает, что по этому рецепту я выпекала куличи. Курака сладкая. Булочки превосходные. Выпекайте вместе со мной. Ведь приготовить булочки дома, это совсем не сложно. С вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»